Доброе утро всем! И вновь доброе утро всем! Поддержу вас, Анна! Прекрасный Павел Савченко сегодня в Сног. Великолепная, с ног сшибательная Анна Шамбадал. Продолжаем день комплиментов. Сегодня у нас день, да, действительно, комплиментов, как сказал Паша, а как известно, такие фразы действенные инструменты флирта. Что он говорит? Однако часто мы лишаем себя таких невинных забав из-за мысли, что кто-то востримит нас слишком серьезно. А зря! Да, люди, которые флиртуют, подсознательно кажутся, знаете, такими очень уверенными в себе и чертовски привлекательными, и даже успешными. Да что ж тут говорить, конечно. Здесь речь идет о легком, дружеском флирте, который уместен при общении, на работе и, кстати, даже с деловыми партнерами. Да, ненавязчивые комплименты, шутки или теплое рукопожатие не создают впечатление ветренности или легкомыслия, а наоборот, повышают ваш авторитет в глазах окружающих. Так вот, о пользе флирта сегодня мы поговорим с гостем у нас в студии. Лариса Куминова, практикующий психолог, тренер в области познания себя и отношений. Ларис, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Павел. Доброе утро, Анна. Ну так что там с флиртом? Вообще это безобидная штуковина? И как вообще относиться к флирту? Флирт это туда, к измене? Или это просто повеселиться? Или это комплимент всего лишь на все? Флирт вообще это очень такая интеллектуальная игра на самом деле. А вам очень приятен партнер противоположного, допустим, пола. И вам хочется, ну, как-то ненавязчиво с ним познакомиться, что-то ему сказать приятное, для того, чтобы получить вот эти социальные поглаживания. Потому что в этом случае любви к себе у нас становится больше. И, естественно, мы чувствуем себя гораздо увереннее. У нас вырабатываются гормоны радости, гормоны удовольствия. И именно в этот момент мы можем совершать какие-то дела, на которые раньше, может быть, у нас не хватало сил и не хватало энергии. То есть флирт может служить источником вот этих вот внутренних сил человеческих, даже на работе? Однозначно. Если мы о работе говорим, это допустимо? Да, если мы говорим о работе, это допустимо. Там тоже есть определенные правила, когда вы за счет вот этого флирта просто вдохновляете свою команду, когда вы совершаете какие-то, ну, прорывы, скажем так, да, для решения своих задач, своих вопросов. И это очень замечательно. И тогда работа, она не кажется вам какой-то трудной, занудной. Она просто приносит вам удовольствие. Мне кажется, есть ведь все-таки шанс как бы заиграться. А если особенно люди уже замужем или женаты, то нет ли здесь вот этой тонкой грани, что можно все-таки... Переиграть! Как бы он переиграл сотрудникам. И нужно ли это? Переиграть можно всегда. Очень важно помнить вообще о том, что у нас у каждого есть свои ценности. Ценность семьи, ценность партнерских отношений, ценность того, что ты выстраивал в семье годами. И стоит ли ради, ну, какой-то такой безобидной, может быть, на первый взгляд, интриги портить то, что у вас создавалось. Можно ли с помощью флирта вообще манипулировать людьми? Ну, если это делать... Лариса, вот у вас сейчас спроси. Если это делать неискренне и делать это с целью достижения какой-то своей цели, которая будет во вред окружающим, то да, конечно, это можно. Но трудно назвать это уже флиртом. Это все-таки скорее манипуляция, нежели флирт. Потому что флирт, он подразумевает именно искреннее участие в общении, искреннее участие в жизни человека. Когда вы действительно больше слушаете, больше задаете вопросов, говорите какие-то приятные вещи и просто чувствуете реакцию партнера. И в этом ключе вы развиваете. Мне это нравится. А может быть, пару фраз от вас, вот как можно флиртовать, что-то нужно делать? О, я не слышу. Вы знаете, я бы порекомендовала вам вот что. Дабы, ну, все-таки это достаточно серьезная такая тема. Есть очень хорошая книга «Флирт как путь к успеху». Вот. Да, автор Шлигель. И еще есть очень хорошая книга про флирт у Андрея Курпатова. Прекрасно. Итак, друзья, срочно в библиотеку или в ближайший книжный магазин. Давайте учиться флиртовать. Да, действительно. Ну, а также мы говорим спасибо. У нас сегодня в студии была Лариса Куменова, практикующий психолог, тренер в области познания себя и отношений. Ну, а вот наша редакция решила провести эксперимент. Корреспондент наш вышел на улицу и начал делать комплименты дамам. Флиртовал с дамами. Чертяка такой. Что из этого получилось? Давайте посмотрим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.